Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас не совсем обычное видео. Я не буду утомлять вас видом бетонных стен, горштукатурки и прочего трэша, который вы могли наблюдать в последние несколько выпусков. Сегодня расскажу немножко об обновках, а точнее о вспомогательных инструментах, которые помогают делать ремонт гораздо проще и легче. В первую очередь я обзавелся некоторое время назад новым шуруповертом Metabo из линейки BS Max с литиевыми аккумуляторами. Очень компактная и удобная штучка. Сейчас я вам его покажу. Вот такой красавец. Легкий, компактный, имеет индикацию заряда батареи, подсветку. И, что приятно, съемный патрон. То есть мы можем, приложив усилие, снять зажимной патрон и оставить только центральную часть с профрезерованным пазом под шестигранник. То есть можем использовать оснастку без патрона, уменьшив общую длину, если надо подлезть куда-то там в не очень удобное место. И, кроме того, гораздо быстрее менять оснастку, допустим, со второго на третий номер шлицы или с первого на второй, если есть необходимость переходить с Philips на позидрифт. Ну, в общем, приятный бонус, хотя не самый решающий. Вот. Но речь не о шуруповёрте сегодня пойдёт, а об оснастке. Значит, в первую очередь вот такой вот комплект. Набор бит от компании Вера. Значит, немецкая компания, достаточно хорошо известная среди мастеров. Зарегистрирована в Германии. Часть продукции выпускает в Чехии. Вот где этот набор выпущен, честно говоря, я сейчас уже не вспомню, потому что упаковку выкинул. В чём его плюс? Во-первых, компактная упаковка. Значит, чтобы понимали, как бы, размеры, да? Во-первых, вот. То есть он чуть больше ладони. Смотря у кого какая ладонь, то есть он практически размером с мою. По толщине, для сравнения с обычным карандашом, то есть чуть толще карандаша. В принципе, его можно положить в нагрудный карман рубашки, и он там не будет мешать. Дальше. У компании Вера вот в таких кейсах целая линейка наборов выпускается. Значит, здесь биты средней длины с торсионным участком. То есть вот этот цилиндрический участок, работающий на скручивание. Дальше. Вот этот логотипчик, он одновременно является и защёлкой. То есть при поднятии вверх пружинка поднимает держатель для бит. Тоже удобно, то есть можно его где-то положить и легко доставать биты. Они не пачкаются и всегда на виду. Кроме того... Сейчас я попробую навести фокус, если получится. К сожалению, не очень. Значит, на каждой бите нанесена маркировка. Конечно, и так понятно, какой у неё типоразмер, да, и Philips это или позидрифт. Но всё равно пустячок, а приятно. То есть вот эта вот маркировочка хорошо видна. Кроме того, в этот комплект входит ещё так называемый рапидаптер. Что за зверь? Значит, показываю. То есть выглядит, значит, внешне это вроде как удлинитель для бит, но не совсем обычный. Это быстрозажимной держатель работает следующим образом. То есть мы его зажимаем в патрон, затягиваем, вот. И дальше можем начинать работать. Во-первых, очень часто бывает необходимо, когда достаточно длинный рычаг, да, длинное плечо, немножко придержать вот в этой части саморез или биту, ну, чтобы сбалансировать шуруповёрт. Обычно приходится держать за головку самореза, ну, не очень приятно для рук, да, иногда можно и порезаться. Здесь вот эта вот часть пластика, она вращающаяся, то есть мы можем за неё зафиксироваться и спокойно работать. Дальше. Почему быстрозажимной? То есть берём любую биту, например, двоечку, возьмём, уронил. Ну, ладно, чтобы не тратить время, возьмём следующую. Вот эту. То есть бита вставляется и фиксируется намертво. То есть вот с каким бы усилием вы её не тянули, вот, я даже чуть штатив не своротил от усилий. Выдернуть её нельзя, при этом работаем легко. Видно, что осевого люфта, ну, практически нет. Можно, конечно, загоняться, там, вымерять сотые доли миллиметра, но не вижу в этом никакого смысла. Но при этом, если нам надо быстро заменить оснастку, то есть, допустим, мы закрутили все мелкие саморезы, да, и надо закрутить парочку там мощных, или, например, затянуть пару болтов. Мы берём и вот таким лёгким движением, ну, конечно, по-хорошему надо её придерживать, то есть смещаем основную часть, и она освобождает биту. Зажали, сняли. То есть делается это всё очень легко, в одно движение, очень здорово. Плюс, если вы там крутите гипсокартон тоннами, но при этом не покупаете шуруповёрт с магазином, да, под лентой с саморезами, дешёвые биты очень часто слизываются. Особенно, если там не очень удачные шлицы на саморезах. Ну, бывает. И чтобы не перекручивать, не перетягивать патрон, это очень большой геморрой, вот такой вот держатель вполне может решить ваши проблемы. Вот. Стоимость набора, для понимания, в Москве такой комплект стоит порядка двух с половиной тысяч, но, как известно, за границей нам поможет, и со всеми пошлим, с доставкой, мне вот этот комплект обошёлся примерно в 1400 рублей, причём это уже по новому курсу. То есть можете прикинуть, сколько на нас навариваются местные барыги. Дальше, пока не буду искать эту биту, хотя нет, вот она есть. Всё, про этот наборчик, всё, что я хотел, сказал. А, ещё главный у него плюс. Почему я выбрал именно такой? Здесь полная линейка основных типоразмеров, которые используются. То есть у нас три плоских шлица разного размера, три филипса с единички до тройки, и три позидрайв, тоже от единички до тройки. Биты достаточно хорошие, качественные, при правильном подборе к саморезам не слизываются, и, в общем-то, их достаточно, проходят достаточно долго. И потом, если что, можно будет их заменить, поставить на их место свеженький. Вот. Дальше. Буквально сегодня приехали две отверточки, тоже компания Вера. Отвертки сделаны в Чехии. Под шлицей Philips 1.2, двухкомпонентная ручка, чёрный это пластик, зелёный это, ну, что-то типа очень твёрдой резины. Несмотря на вот странный внешний вид, вот эта вот мелкая единичка в руке лежит просто идеально, не хочется даже её отпускать. Вот. Но при этом и двойка, то есть видно за счёт вот этих эргономичных выемок, очень хорошо ложится, и можно прикладывать достаточно значительное усилие при работе. Вот. Это был один набор, сейчас я вам покажу. Поставлялся вот в таком блистере, в наборе входили не только две отвертки, покупался в основном из-за вот этих вот забавных штучек. Это держатель для самореза, тоже от компании Вера. Сделан он из двух частей, то есть нижняя часть чёрная это резина, а красная это пластик. В чём фишка? То есть очень часто приходится, когда где-то что-то крутить, ну вот я возьму какой-нибудь саморез, вот у меня здесь как раз валяется, да, двойка, двойка. Здесь он держится неплохо, потому что это отвертки серии Laser Tip с лазерной насечкой на шлицах, то есть для лучшего удержания саморезов. Вот. То есть если мы берём, и очень часто бывает, что не очень удобно где-то закручивать, саморезы вот коротенькие, держатся неплохо. Если брать, допустим, там пятидесятку, да, там не дай бог семидесятку, она начинает при малейшем движении, начинает соскакивать, приходит её поднимать, начинает всё заново, сильно раздражает, хочется забивать их молотком, а не закручивать отверткой. Вот. Чтобы решить такую проблему, компания предложила вот такую замечательную насадку. То есть она надевается на отвертку. Так. Вставляется саморез, и вот этими губками саморез удержится. Всё. И можно вот. То есть вот я сейчас опираюсь на палец, видно с достаточно большим усилием, и он никуда не девается. Дальше. Когда мы закручиваем, постепенно. Подпружиненные ножки расходятся, а здесь на резиновой части у нас такой удлинённый паз. И ножки начинают, как видите, смещаться. То есть мы закручиваем до конца. Всё. Ножки упираются при этом в поверхность, не давая её повредить. И смещаются вниз. Закрутили. Взяли следующий саморез. Дожали. То есть вот для труднодоступных мест я давно искал что-то подобное. Купил вот этот набор сразу с двумя держателями. И, честно говоря, совершенно счастлив теперь. Вот. По типоразмерам они немного отличаются, по-моему. Или нет? Нет. Одинаковые, судя по всему. Просто на единичке они держатся... Нет. Действительно разные. Потому что вот в эту единичку заходит с натягом. А вот в этот достаточно легко. Но с другой стороны это не принципиально. То есть вот, допустим, даже эту единичку мы возьмём. Да. Всё. Она... Саморез фиксируется точно так же. Прочно и надёжно. Вот такие вот обновки, которые, надеюсь, помогут закончить мой ремонт гораздо быстрее и с меньшими усилиями. В следующем выпуске я планирую сделать небольшой обзор на плиткаре Ruby серии Pocket под 50-ю плитку. Так что оставайтесь с нами и следите за обновлениями. Всё. Всем спасибо. Всем удачи. Продолжение следует...